Тема моего доклада такая довольно дискуссионная, что и собственно озвучено в названии «Проблеме о старшинстве Всеславичей». И начала я исследовать данный вопрос, готовясь к конференции, которая была и так давно в июне в Минске, организовывала как-то ректорику культурного наследия, рифша с темой «Динаметическая политика Всеслава». И в итоге я вскользь затронула проблему старшинстве Всеславичей и сказала тогда, что данная проблема заслуживает отдельной публикации, отдельного рассмотрения. И соответственно сейчас настал такой момент, что я к этому подошла более серьезно. Вообще в историографии, как всем хорошо известно, существуют различные точки зрения о старших сыновьях полского князя Всеслава, но большинство исследователей используются во мнении, что младшими являлись Ростислав и Святослав на основании того, что они упомянуты последними в Ипатерской летописи статье от 1140 года. Среди белорусских ученых, например, у Загорульского, у Левко преобладает мнение, что старшим был Борис, он же Рогвалод Всеславич. Однако, например, иной взгляд был у российского историка, выдающегося исследователя полоцкой земли Алексеева. Он, хотя и отождествлял Бориса с Рогвалодом, но признавал его вторым по старшинству после Давыда. Относительно начинающей исследовательницы политической истории какой-то степени полского княжества Любовь Викторовна Левшун и так давно выпустила монографию, посвященную отдельно Борису Всеславичу, в которой она согласилась с мнением Литвиной и Успенского о том, что все-таки Рогвалод и Борис – это разные сыновья Всеслава. В свою очередь, хочу сказать, что трудно не согласиться с той обстоятельной и логичной аргументацией, которую предлагают Литвина и Успенский, который сводится к тому, что Борис Всеславич и Рогвалод Всеславич – это разные братья. И один из главных аргументов ученых заключается в том, что отождествление Бориса и Рогвалода противоречит принципам древнерусского именоречения, поскольку у Рогвалода Бориса не могло быть сына Рогвалода Василия, так как у древнерусских князей существовал строгий запрет на наречение сына родовым, то есть мирским именем отца, если тот был еще жив. Значит, как я уже сказала, самое раннее свидетельство, в котором перечислены имена сыновей Всеслава, содержится в пательской летописи в статье 1140 года. Но этот список Всеславичей включает не всех, а только тех, кто был выслан Мстиславом в Константинополе. Это были Давид, Ростислав, Савдослав и два Рогвалодича. К моменту ссылки в полоски к князей Византию уже не было живых романов Глеба и Бориса. А вот о судьбе Рогвалода летописцы молчат, но ипатийская летопись говорит о высылке в Царьград двух Рогвалодичей. И как кажется, что это, вероятно, были сыновья Рогвалода, раз они названы Рогвалодичами. На мой взгляд, самое упоминание является еще одним аргументом в пользу существования Рогвалода, как одного из семи сыновей Всеслава, наряду с Борисом и другими перечисленными выше. Выскажу такое очень осторожное предположение о том, что Рогвалод Всеславич мог погибнуть во время захвата полоских князей Всеславом с целью дальнейшей ссылки в Царьград. Основанием для утверждения о старшинстве Бориса является единственное летописное упоминание о нем. Это упоминание содержит информацию о смерти Бориса, названном князем Полоцким. Кроме того, важное значение придается известию из истории российской Татищева об источном походе Бориса Всеславича против Ятвяга в 1102 году и основанием города Борисова. Тут сразу хочу оговориться, что в современной историографии высказывается довольно скептическое отношение к известиям Татищева и использовать известие Татищева как основательный аргумент в своих построениях и гипотезах является довольно спорным. Кроме того, Борис упоминается в житии России Николской и ему, вероятно, атрибутируются надписи на Борисовых камнях. Хочу сказать, что разобрать каждое из этих упоминаний Бориса в источниках. Так, именование Бориса князем Полоцким в летописях могло означать как его единоличное движение в Полоцке, так и указание на его принадлежность к роду полоцких князей. Что касается упоминания Бориса в житии и просимии Полоцкой, то следует отметить, что, во-первых, это литературный памятник, конечно же, восходящий к XII веку, но сохранившийся в многочисленных списках, там, XVI, начиная с XVI века, поэтому судить о том, был ли князь Борис в изначальном тексте Ефросиньи и Полоцкой довольно сложно. Но в самом участии про Синьи и Полоцкой упоминается не только Борис как князь, но и князь Георгий. И, на мой взгляд, акценты в житии сделаны на то, что Борис и Георгий являлись не просто князьями, а они являлись отцами. Соответственно, Борис был отцом Звенеславы, которая в дальнейшем стала ближайшей сподвижницей Ефросинии, была крещена, приняла постриг под именем Евпракси. И вот в житии на это делается такой довольно большой акцент, что Евросиния и Евпракси стали, как сказано, одна душа в двух телах. Вот так вот, в житии Ефросинии и Полоцкой. Поэтому, как мне кажется, что упоминание Бориса в житии могло быть сделано с целью того, чтобы показать, что он являлся отцом ближайшей сподвижницы Ефросинии и Евпракси. Так, на летописные данные и список князей исхождения игумена Даниила, в котором князья, в том числе и Всеславящий Давыд, Борис Леп, упомянутый в эрафическом порядке, опирается версией Алексеева, согласно которой полоцким князем в 1101 году стал Давыд Всеславич, который являлся его старшим сыном. Что касается упоминания князей в хождении игумена Даниила, то здесь аналогичная ситуация и с житием Ефросинии и Полоцкой, поскольку, хотя хождение игумена Даниила тоже начало 12 века, но опять-таки сохранилось оно в многочисленных редакциях и списках многочисленных, начиная с второй половины, которые дотерпендрированы со второй половины 15 века. Поэтому довольно проблематично установить, кого именно действительно помянул Даниил из полоцких князей. В частности, было отмечено, что в тексте первой редакции из Всеславящей упомянут только Глеб Ильский. При этом в тех списках, где назван Борис Всеславич, перед ним всегда стоит имя Давыда Всеславича. В свою очередь хочу отметить, что мне кажется, в целом аргументация о старшинстве Давыда Всеславича, которую приводит Алексей, опираясь на летописи, является вполне убедительной. И по моему мнению, двумя оставшими сыновьями Всеслава, которые участвовали с ним вместе в переговорах, и в дальнейшем их оказались в Киеве, были Давыд и Роман. Перейду к обоснованию моего предположения. Во-первых, такое сочетание имен, как Давыд и Роман, в рассматриваемое время составляло смысловую парность, поскольку соответствовало крестильным именам князей-мучеников Бориса Романа и Глеба Давида. Историография уже обращалась внимание на тот факт, что с середины XI века Юриковичи начали давать своим сыновьям имена святых братьев, именно с середины XI века. Первоначально эти имена появились в семействе Черниговского князя Святослава Ярославича, затем у Половского князя Всеслава Вячеславича и у двух младших Ярославичей, у Игоря и у Вячеслава. Но именно выбор имен, который сделал Всеслав, является уникальным, поскольку Всеслав был единственным из князей, кто использовал всю комбинацию из четырех имен святых братьев для того, чтобы дать имена своим сыновьям. Кажется вполне разумным, что князья, в том числе и Всеслав, должны были руководствоваться определенной логикой, когда нарекали своих сыновей в честь Бориса Романа, клещей Борисов, клещей Романа, Глебов, клещей Дарина. Например, они могли соблюдать очередность по старшинству, сначала назвать сына Борисом или Романом в честь старшего из святых братьев, а только затем дать имя Глебу или Дарину. Однако анализ антромбоникона Ярославича показал, что такая последовательность в минове лечения не была обязательной. Святослав Ярославич назвал своего первенца Глебом. Игорь Ярославич назвал старшего сына Давыда, и вот только Вячеслав Ярославич нарек своего единственного сына Бориса. Следовательно, Святослав Вячеславич мог назвать старшего сына любыми из четырех имен князей-мучеников. Ко времени сопровождения отца на переговоры два старших Вячеславича должны были быть уже подростками 12-14 лет, поэтому они, вероятно, родились около 1053-1055 годов. Как раз в этот период, не позднее середины XI века, начинается церковное прославление князей-мучеников, и первоначально братья Борис и Глеб, вероятно, прославлялись церковью под своими христианскими именами Роман и Давид. В пользу этого предположения говорит то, что именно эти христианские имена Роман и Давид стали первыми именами Юриковичей, которые совмещали функции Родового и Кристиного. Так, кроме Давыда и Романа Всеславича, приблизительно в это же время, то есть в середине XI века, родились и внуки Ярослава Мудрого, Давыд Святославич, Роман Святославич и Давыд Игоревич. Выбор имен, который сделал Всеслав, был одним с нескучальным. С одной стороны, использование имен Давида, Романа, Глеба, Бориса являлось как следствием родового, так и религиозного почитания святых братьев в семье полоцкого князя. Но, с другой стороны, такой выбор имен являлся важной частью хорошо продуманной династической стратегии Всеслава с целью обоснования права полоцких князей на проведение самостоятельной политики и гарантирование своим сыновьям наследственных прав на полоцк. То есть в идеологическом плане династическая стратегия полоцкого князя опиралась на культ князей и мучеников и на церковную поддержку. В частности, большинство исследователей соглашаются с тем, что у Всеслава была некая благосклонность от основателя Киева-Печорского монастыря Антония, что в дальнейшем прослеживается с Глебом Всеславовичем. Полоцкий князь уже в начале своего правления, я готовила эту статью и сегодня прослушала доклад, то есть точнее исследовать вопрос. И у меня вот тут звучит, что в начале своего правления возьмел полоцкий величественный Софийский собор. Руководствуясь, так сказать, вот такими не сильно глубокими копаниями, то, что оказывается, может быть, иная датировка. Ну вот оказывается, нам может быть, что возможно полоцкий Софийский собор строился не в 50-е годы 11 века, а строился начиная с 70-х годов. Да, но тем не менее это не означает, что Всеслав, он только с 70-х годов 11 века вот начал себя позиционировать как действительно христианский правитель, как христианский князь. Конечно, эта установка у него была уже изначально, и, соответственно, вот он и мог именно назвать своих первенцев христианскими именами Давидов и Романом. Вот в то время библейский царь Давид, он воспринимался как образец христианского властителя, ведь каждого византийского императора представляли как нового второго Давида. И имя Давида олицетворяло одновременно и царскую власть и богоизбранность. Но у нас есть еще печати, и вот фарингистический материал. Есть у нас другие, Давыд, Давыд Святославич, Давыд Игоревич, родившиеся приблизительно тоже в середине XI века. И на этих печатях можно мне там пролистать, пожалуйста, я вот не вижу, как я сама. Вот, да, печати, отрепутируемые Давыду Святославичу и Давыду Игоревичу, на них изображен как раз-таки пророк Давид, царь Давид, а не святой Борис, то есть святой Глеб Давид. Из этого я делаю вывод и след за другими исследователями, что имя и имена Бориса Романа и Глеба Давида в середине XI века еще не были святы. И это означало, что они не могли являться крестьянскими именами в этот период. Соответственно, Борис и Глеб, поскольку они выступают единственными именами у, значит, Всеславичей, должны были эти сыновья появиться на свет уже после внесения их имен в святцы. Это произошло, скорее всего, после общерусской канонизации, которая произошла, вот, как полагает большинство исследователей, в 1072 году. И, пожалуйста, сейчас, в итоге, так как мне уже нужно заканчивать, вот, на эта печать атрибутируется минскому князю Глебу, и мы видим, что здесь уже, в отличие от печати Давида Святославича Давиды Игоревича, представлен именно святой Глеб, который являлся покровителем Глеба, значит, Глеб родился уже тогда, когда имя Глеба стало христианским. И в итоге, значит, в результате моего такого, ну, можно сказать, первоначального погружения в проблему старшинства Всеславича, у меня вот следующая версия порядка появления на свет сыновей Владислава Давид, Роман, ведь Рогволот, я уже не успела привести аргументы в пользу того, почему Рогволот родился около 1065-1066 годов. Глеб не ранен 1072-го, и Борис после него, поскольку эти имена, которые являлись единственными для них, значит, не могли быть в святцах, и имени могли крестить до 1072-го года. Значит, они родились, вот, ну, не ранее 1072-го. Так что, Святослав, понятно, что они, как бы, последние упоминают. Свидетельство того, что, вот, значит, Борис был единственным, скорее всего, именем у Всеславича является Борислав Камень. Всем известно, я вам недавно выступала Кафимова, и всем известно прекрасно эти надписи на Борисовых камнях, где фиксировано только одно имя Бориса. В то время, как уже на Рогволотном камне, который атрибутируется его сыну Борису, ой, его сыну Рогволоту, проставлено и имя Василия в крещении, и имя отца, опять-таки, Бориса. Спасибо за внимание, извиняюсь, что я вышла за регламентом. Спасибо, Марина Николаевна. Возьму, вопросы какие-то возникновения? Спасибо большое за доклад. Ну, вот, если рассматривать имя на решение сыновей Сослава, в рамках уставших Сослава, в рамках Борисовского фунта, да, вот, действительно, уникальное сочетание имен, четыре дня, хотя они получили свои имена в честь, вот, святых, картотет. Как я понял, из вашего доклада имя Давыда, оно выпадает вообще из Борисоглебского фунта, поскольку, скорее всего, он был назван в честь верхозаветного царя Давыда, да, и, возможно, это и был аргумент, тоже он себя позиционировал, как князь, который, ну, как старший князь. Давыд Святославич, он в дальнейшем достроил в Чернигове Борисоглебский храм, поэтому, естественно, почитание, значит, Бориса Глеба в семье черниговских князей Святославича, оно там очень четко прослеживается, начиная со Святослава, затем Олег, который начал там тоже строить новый храм, насколько я помню, Святославич, а Давыд его достроил. Так вот, имя Давыд и Роман – это первые имена крестьянские, которые появились у Юриковича, никаких других мы раньше не фиксировали. Почему именами? Почему? Естественно, большинство считает, что потому что эти имена были крестьянными именами Бориса и Глеба. Но вот когда назвали первых Давыдов Рюриковичей с первых сыновьями Давыдами и Романами, тогда эти еще имена, они не вошли официально в Святославию. Поэтому у них небесным покровителем официально мог быть только у Давыдов, только, скорее всего, царь, пророк Давид, что отражается на печати, которые атрибутируются, опять-таки, точно сказать нельзя, но они атрибутируются специалистами. Печать с пророком Давидом атрибутируется Давыду Святославичу и Давыду Рюриковичу.